Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Татьяна Курячая. Итак, мы продолжаем наш курс «Трансформация себя в MLM бизнесе». И сегодня у нас последнее занятие. Это не значит, что я с вами прощаюсь, я подготовила вам еще очень интересный материал, но это потом. Итак, я очень благодарна тем людям, которые мне написали отчеты о проделанной работе, ответы на домашние задания. Если я кому-то не ответила, пожалуйста, не обижайтесь, потому что писем было огромное количество. Я очень рада, что вы действительно включились в позицию лидерскую, из позиции наблюдателя и начали действительно двигаться в сетевом маркетинге именно правильно, как оно должно быть. И сегодняшнее наше занятие направлено на присоединение как ключ к эффективной коммуникации. Дело в том, что очень много поступает писем, почему у меня не получается, почему люди ко мне не регистрируются. А если ко мне все-таки регистрируются люди, почему не происходит дальнейшего развития и не происходит движения. Эти письма, конечно же, грустно, что они есть, но вот сегодня мы как раз поговорим на эту тему для того, чтобы понять, что мы делаем не так, что необходимо делать, какие основные понятия должны быть. Сегодня мы с вами рассмотрим три направления. Это ошибки при рекрутировании. Второе направление – это услышать колокольчик, я назвала, но я потом объясню, что это такое. И третье – это субличность. Дело в том, что эти три направления, вот эти три пункта – это очень большая тема. Естественно, за один урок я вам выдать ее не смогу, поэтому я сейчас дам вам самое основное, и вы начнете над этим работать. Главное, чтобы вы поняли принцип и смысл этих понятий. И тогда у вас все обязательно получится, если вы действительно отработаете это. Прежде чем мы приступим с вами к уроку, я хотела бы вам напомнить одну такую схему, которую знают очень многие. Дело в том, что есть такое понятие «навык». Навык приобретается именно в действии, в деятельности. Если вы что-то изучили, например, прошли мое обучение, или прошли на семинаре где-то, или на каком-то уроке, или вам наставник показал что-то. Если вы получили эти знания, то вам обязательно перевести это нужно в навык. Потому что вначале вы получаете знания, потом вы применяете в деятельность. И только после того, когда вы отработаете это 21 день, у вас приобретается навык. Поэтому, пожалуйста, огромная просьба, когда вы проходите мое обучение, вот я конкретно прошу про это, ну, про остальное вы смотрите сами. Когда вы проходите обучение, начните это применять. Потому что на самом деле, если вы не будете применять, причем не будете применять постоянно, в течение 21 дня, у вас не приобретется навык. Что такое навык? Это, как знаете, как чистить зубы. Когда вы чистите зубы, вы, наверное, не задумываетесь, как их почистить, как зубную пасту сколько нанести, какие движения сделать. Вы, вероятнее всего, берете и просто чистите эти зубы. Правильно? Когда вы идете, например, по подъезду и видите соседей, вы с ними здороваетесь. Это приобретенный навык. Точно так же МЛМ это навык. Когда хирург, профессионал встает, я опять перевожу на хирурга, встает возле операционного стола, он, конечно же, думает, как это лучше сделать. Но в основном у него руки уже, знаете как, уже механически какие-то определенные действия происходят. Он уже четко понимает. Ему нельзя долгое время думать, иначе пациент умрет на операционном столе. Он просто смотрит ситуационно, рассматривает какую-то ситуацию. Например, с одним больным он делает так, а с другим больным он делает немножко по-другому. Он смотрит по ситуации, по той проблеме, которая возникла. Точно так же именно рекрутинг это ситуационно. И если вы 21 день начнете отрабатывать то, чему я вас обучаю, то вы действительно достигнете больших результатов. И сегодня мы поговорим о ошибке при рекрутировании. Именно из-за того, что нет приобретенного навыка, из-за этого у нас и происходят ошибки. Давайте рассмотрим какие. Откуда они берутся. Первое. Ошибки при рекрутинге. Ошибки. Одна из самых главных ошибок, да простят меня наши родители, это воспитание. Наши родители нас настолько любили, что они воспитывали в нас все время, чтобы мы были хорошими. Хорошими для всех. Я не знаю, как у всех, но у большинства людей именно в воспитание вкладывается для того, чтобы человек был хорошим. И, ну, это хорошо, это правильно. Но есть еще такой момент, что очень часто многие, подходя к другому человеку, предлагая ему что-то, они, дабы не обидеть, дабы не вот, вот, вот что-то как-то сделать, и вдруг человек обидится. И это большая ошибка. То есть неумение отказывать, неумение преподносить правильную информацию. И очень часто я видела такой момент, когда люди, например, рекрутировали, и они разговаривали вот так вот лебезили. Они заискивали перед человеком, которого рекрутировали. Это неправильно. И это ошибка. Это воспитание. Здесь я пометку делаю. Хорошая девочка. Если меня смотрят мужчины, значит, хороший мальчик. Хорошая девочка. Необходимо быть хорошей, но не хорошенькой, и не для всех. Потому что в бизнесе вот эти вот понебратские отношения, дабы не обидеть, не подходят. Или у вас строятся отношения четко, друзья и подружки, или вы строите бизнес. Здесь что происходит? Боимся отказать. А соответственно из этого следует. Боимся отказов. А раз боимся отказов, то не идем рекрутировать. Очень многие не рекрутируют, только лишь потому, что боятся отказов. А знаете, что интересно? Отказ – это форма коммуникации. Запишите это, пожалуйста. Отказ – это форма коммуникации. Когда человек нам отказывает, это не потому, что он не хочет. Это значит, вы или недостаточно дали информацию, или вы не обратили на него внимания. Человек отказывает тогда, когда у него неполная картина того, что вы предлагаете. Если человек отказывает, то нужно просто-напросто задать вопрос. А почему вы отказываетесь? Вам действительно этого не нужно? Или вам что-то еще хотелось бы узнать более подробно? Знаете, отказ – это запрос на дополнительную информацию. А очень многие, получив один или два отказа, все, прекращают рекрутировать, прекращают идти к людям. И это грубейшая ошибка. Раз откажут, два откажут, три откажут. В следующий раз вы обязательно получите результат. Вам обязательно скажут «да», потому что вы начнете отрабатывать тот навык, и ту речь, и ту коммуникацию, которую вы выстраиваете. Вторая ошибка. Вторая ошибка. Из-за того, что боимся отказа, не идем рекрутировать. Что происходит здесь? Опять же, страх отказа. Очень многие мне пишут «у меня не получается». Вы меня простите. Но я на самом деле скажу, вы ничего не делаете, значит, если вы, у вас ничего не получается. Не получается только у того человека, который не делает. А тот, который делает, у него обязательно это получится. Потому что коммуникация – это то, что нам дано природы. Это то, в принципе, это разговор, это правильное отношение, это нормальные взаимоотношения. И если вы этого не делаете, или делаете от случая к случаю, поэтому у вас и не получаются. Третья ошибка. Третья ошибка. Опасаемся подойти к людям другого социального статуса. Опасаемся подойти к людям другого социального статуса. Расскажу вам историю из жизни. У меня есть знакомая, которая... Ну вот сейчас мы уже, в принципе, нормально общаемся, но на тот момент она была более высокого статуса. У меня этого статуса не было. И мне было неудобно, неловко ей предложить фаберлик. Я не знала, как к ней подойти, я не знала, как с ней разговаривать. Потому что на тот момент она уже была успешна, богата, в замечательной одежде, в потрясающей машине. У нее был собственный бизнес. И я постеснялась к ней подойти. Я никогда не забуду эту ситуацию. Когда мы стояли в сервисном центре, он у нас был раньше один. Раньше не было пунктов выдачи, а были просто сервисные центры в определенных городах. И когда я стояла в сервисном центре, и за мной буквально встала эта женщина, я была поражена. Я ей задала вопрос. Я говорю, Елена, а вы как здесь? А она говорит, так я консультант компании. Я говорю, а как вообще вот вы попали-то сюда? И она сказала, говорит, ко мне на работу пришла девушка молодая, очень приятная, очень много интересного рассказала о компании Фаберлик, о продукте. И я поняла, что в принципе я с удовольствием бы, может быть не строила бы бизнес, потому что у меня есть. Но я с удовольствием буду пользоваться этим продуктом, потому что он на самом деле эффективен. И сейчас очень благодарна, потому что вся моя семья пользуется этим продуктом. И я потом узнала, что та женщина, к которой я побоялась подойти, я к ней побоялась, я не знала, что ей предложить. Она делает более 100 баллов каждый период, потому что у нее большая семья, у нее замечательный доход, и она с удовольствием пользуется нашей продукцией. Когда мы боимся подойти к другому человеку, который выше наш статусом, то мы теряем тех вип-клиентов, тех людей, которые с удовольствием пользовались продуктом. Но суть в том, что бывает и другая ситуация. Многие действительно предприниматели настолько замучились в своем бизнесе, настолько у них это не совсем успешно, мы же не знаем, что там происходит. Что они готовы были бы поменять это и поменять на более легкий труд. Тем более они все это знают. Но из-за того, что мы, многие, не подходим к этим людям, то к ним подойдут те, которые не боятся. И вы можете потерять своих знакомых, которые более высокого статуса. Или незнакомых, которые более высокого статуса. И вот это очень большая ошибка. Четвертый пункт. Четвертая ошибка. Четвертая. Начинаем разговор, не обращая внимания на того, кто рядом. Начиная разговор, не обращаем внимания. Я напишу на оппонента. Это тоже я очень часто видела. Очень много. И у меня были такие ошибки. Сейчас у меня этих ошибок нет. Очень многие начинают общаться с человеком. Вот только увидели, что человек их слушает. И они начинают все рассказывать. Вываливать всю информацию, которая им нужна. Которой они увлечены. Они очень часто бывают корректные, воспитанные люди. И они не могут сказать, что уйди отсюда, хватит уже говорить. Очень часто люди просто слушают и молчат. Не потому, что им это интересно. А потому, что они не могут просто уже, как говорится, заткнуть рот этому человеку напротив. И вот это грубейшая ошибка. Потому, что когда мы начинаем вываливать на клиента или на консультанта, или на будущего консультанта, или когда мы проводим бизнес-встречу, вываливать всю полностью информацию о компании Фаберлик, о сетевом, о своей жизни. Что тот человек уже не знает, куда деться, он просто молчит, он ничего не говорит. Если ваш оппонент молчит, а если он еще делает вот так вот, вот руки складывает и опускает голову, обратите на это внимание. Значит, вы начали уже говорить о том, о чем интересно вам, а не ему. Ему же надоело слушать. Есть еще такой жест, например, когда клиент начинает делать вот так вот. Он закрывает подбородок или начинает закрывать вот так лицо. Это значит, что он устал от вашего разговора. Это грубейшая ошибка. Мы не говорим то, что нужно клиенту, то, что нужно человеку, с которым мы общаемся. Мы не выявили его потребности, мы не узнали, чем он интересуется, какие у него проблемы, а уже начали говорить. Это ошибка номер четыре. И пятая ошибка, я напишу другим фломастером. И пятая ошибка, и, наверное, самая важная ошибка. Обижаемся, дуемся. Обижаемся. Дуемся на человека, который нам отказал. Разочаровываемся. Разочаровываемся. И очень часто многие говорят, это она виновата, она не поняла. Я ей столько приятного рассказала, ей важно это будет. А она вот взяла и отказала. Нельзя обижаться на человека. Если человек сказал нет, это не значит, что вы плохой. Это не значит, что человек в следующий раз не скажет да. Это не значит, что мир разрушился. Возможно, у этого человека другие потребности. Первый из пунктов, который тут, почему произошел отказ, это потому, что вы не услышали человека. Слушать-то можно слушать, но услышать – это другой дар, это другая компетенция. И вот сейчас мы как раз поговорим про эту компетенцию. Запишите себе, пожалуйста. Рекрутинг – это занятие для особенно разумных и деловых людей. Рекрутинг – это занятие для особо разумных и деловых людей. Это не в бирюльки играть. Когда вы рекрутируете человека, вы должны ему дать то, что нужно ему первично. И вот следующая тема – это звенит колокольчик. Что значит звенит колокольчик? Очень важно услышать, о чем говорит ваш оппонент. Очень важно услышать вот те маленькие слова, небольшие проблемки. Вот то самое важное зерно, на котором вы можете выстроить коммуникацию. На котором вы можете показать, что вы можете дать ему. Понимаете, о чем я говорю? Если, например, перед вами сидит человек, у которого проблемная кожа, а вы ему предлагаете, например, бизнес, а ему важно решить свою проблему на лице, то он вас не услышит и уйдет от вас. Уйдет к тому, который именно ему поможет. У меня была такая ситуация. У меня была проблемная кожа. И благодаря моему наставнику я здесь в компании «Фаберлинг». Благодаря ей я решила свои проблемы. Но я захотела решить проблемы еще других людей. Вот это и называется – услышать, когда звенит колокольчик. То есть вы слушаете, и вдруг вы понимаете – дзынь-дзынь. Это как раз та фраза, которая вам будет важна. И благодаря которой вы можете действительно выстроить правильную коммуникацию. Смотрите, как же понять, что звенит колокольчик? Сейчас, секундочку. Первое. Очень важно, очень важно делать два направления. Вот смотрите, есть одно направление – эмоциональное. И есть второе направление – это деловое. Очень многие начинают с делового. И это сразу грубая ошибка. То есть они сразу переходят к делу. Они сразу начинают показывать каталог, начинают рассказывать о маркетинг-плане, о деньгах и обо всем. Если вы начинаете с делового, ваш рекрутинг, можно ставить на нем крест. Самое важное первое – это эмоциональное. Когда вы приходите к клиенту, или приходите к человеку, или проводите бизнес-встречу, очень важно быть радушным, корректным, улыбаться. Очень важно внимание человека привлечь. Он должен заинтересоваться вами. То есть вызвать заинтересованность. Важно вызвать заинтересованность. Когда вы видите, что человек уже начинает смотреть вам в глаза, начинает вас слушать, когда вы привлекли его внимание, только после этого, только после этого вы переходите к деловому. А вначале вы делаете эмоциональное приветствие. Вы можете сделать комплимент, но не лебезить, а настоящий комплимент. Потому что комплимент, который непонятно какой, он, знаете как, он сразу прочитается, что вы лебезите. Не надо лебезить. Например, идет мама, а у нее такой замечательный ребенок. Ну почему не сказать, что какая у вас девочка замечательная, какое на ней платьишко классное. Настоящий комплимент. Или, например, у девушки шикарная сумка, и вы с ней начинаете общаться. Почему бы ей не сказать такой комплимент? Или, например, девушка улыбается. Почему бы ей не сказать, какая у вас потрясающая улыбка, аж как солнышко светится. Действительно нужно говорить настоящие комплименты людям. И действительно человек должен понять, что вы на самом деле так думаете. Говорить просто придуманные фразы или, знаете, как очень многие мне пишут в интернете комплименты. И я понимаю, что те, знаете как, когда человек, например, ученики мои, они пишут комплименты, я понимаю, что они смотрели урок, и действительно им это понравилось. А бывает, что пытаются со мной познакомиться и делают комплимент, который вообще ко мне не относится. Я понимаю, что со мной пробуют выстроить коммуникацию, которая ко мне не относится. И мне не хочется общаться с этим человеком. И вот здесь очень важно. Вначале эмоциональное прикрепление, то есть присоединение к человеку эмоционально, он должен захотеть с вами общаться. И только после этого вы переходите к деловому. Не то, что вы меняете выражение лица, а к делу. То есть вы начинаете предлагать определенные действия, определенные или регистрацию, или вы предлагаете человеку пользоваться продуктом. Понятно? Это первое. Второе. Второе. Правильно задавать вопросы. Чтобы понять, что человеку необходимо, необходимо, необходимо правильно задавать вопросы. Какие же вопросы должны быть? Я их вам не буду говорить. У вас есть вопросы. Вы читали. В прошлом видео я говорила, чтобы вы посмотрели, прочитали мою статью, какие вопросы могут существовать, чтобы человека подвести именно к его. Но здесь очень важно не просто правильно задавать вопросы, а очень важно именно понимать, где звенит колокольчик. Как же это понять? Вот смотрите. Вот сейчас вы смотрите меня по компьютеру. Правильно? Чтобы в компьютере что-то найти, и чтобы подвести именно к тому, что вам нужно, вы нажимаете на многие эти, как его, иконки. Ну, многие кнопочки. Вот смотрите. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, вы хотите фигурные коньки. Где вы ищете? Спорт. Ну, там же есть разные разновидности спорта. Согласны со мной? Далее вы ищете, вот, например, спорт. Вы вот на эту иконочку нажали, потому что вы ищете зимний вид спорта. Зимний вид спорта. Правильно? Коньки же относятся к зимнему виду спорта. У него тоже огромное количество разветвлений. И вдруг вы понимаете, что вам нужно коньки, поэтому вы набираете коньки. Но коньки бывают разные, и точно так же они могут быть абсолютно разные. Но вам-то надо фигурные коньки. И вы набираете фигурные. Что происходит? Смотрите. Вы открываете каждую, например, открыли спорт, ага, поискали там зимние, ага, потом нашли коньки, потом хлоп, и нашли уже то, что вам надо. Вот точно так же, когда вы общаетесь с человеком, очень важно пообщаться с ним в начале эмоционально. Ты не знаешь, что нужно час-два разговаривать, но пообщаться, понять, какие проблемы у человека. Не спрашивайте вы в лоб, какие проблемы вы хотите решить, а просто вот поговорить с ним, присоединиться к ним. Присоединиться и поговорить, чтобы понять, где звенит колокольчик. Вы услышите, главное, внимательно слушать. И вы услышите, какие колокольчики звенят. И тогда, благодаря этому, вы сможете привести человека именно к тому, что нужно вам. предположим, человек начнет, вы скажете, ну, предположим, вы говорите, вы знакомы с компанией Фаберлик? Он говорит, мне не до компании Фаберлик, мне бы свои проблемы решить. Колокольчик, проблемы. А разве проблемы есть? Следующий вопрос вы задаете. То есть вы берете это слово, проблемы, и говорите, а какие у вас проблемы? Он говорит, да у меня проблема с деньгами, о какой компании Фаберлик, о какой продукции вы говорите. Уже следующая иконочка открылась. А вы хотели, деньги, а вы хотели бы, чтобы ваш доход, ну, как был дополнительный доход, или более высокий. И человек говорит, да, конечно, я хотел бы дополнительный доход. То есть, соответственно, здесь дополнительный звучит главным. Это значит, человек, ему нужно дополнительно какую-то сумму к той работе, которая есть. А кто-то вам скажет, да, о каком вы дополнительном говорите, мне бы вообще поменять род деятельности. И вы тогда можете действительно предложить. Это уже как фигурные получится. Очень важно просто научиться разговаривать с людьми и слышать, где звенит колокольчик. Понятно? Так, смотрите. Запишите. Нажимать иконки. Это то, о чем я вам говорила. Слышите, звенит колокольчик? Нажимайте на него, используйте эту фразу, это слово, и вставляйте его в фразу, в следующий вопрос. Ни одного случайного вопроса нельзя задавать. Вот очень отработайте это. Попробуйте это на своих близких, на своих знакомых. Попробуйте услышать, когда вы с друзьями разговариваете. Отследите это. Ну, попробуйте, в конце концов, на клиентах. Ну, не получится, ну, отказ вы получите. Помните, это не страшно. Один отказал, следующий согласится. Следующее. Задавать первый и правильный вопрос, задавая первый и правильный вопрос, мы ведем человека к тому, что нам нужно. Смотрите, я не могу вам сейчас показать, но очень часто своим консультантам показывают такую вещь. Когда танцуют два человека, в танце ведет один. Правильно? Представляете, например, предположим, мужчина приглашает в силу девушку. Мужчина это в танце, он должен вести. А девушка начинает вести. Мужчине она становится неинтересна, потому что она не как женщина себя ведет. И, соответственно, в бизнесе, если вы хотите, чтобы с вами был человек, пришел в бизнес осознанно и действительно не просто зарегистрировался, многие, ой, у меня рекрутинг. Я подписал его, он сделал личный объем. Да это не рекрутинг. Рекрутинг, когда действительно осознанно человек пришел, когда он действительно начинает двигаться в движение, в направлении, а не просто зарегистрировался и один заказ сделал. Поэтому очень важно, чтобы вы вели этим человеком и привели туда, что нужно вам. И для этого очень важно понимать, зачем вам этот человек, куда вы его приглашаете. Но мы говорили об этом в самом начале, в предыдущих уроках. Просмотрите их, я там говорила об этом. Смотрите, следующий, следующий пункт, который здесь, что необходимо делать. Ждать, когда зазвонит колокольчик. Ждать, когда зазвонит колокольчик. Очень многие нетерпеливые консультанты делают грубейшую ошибку. Они задают парочку вопросов, не услышали колокольчика, не поняли, где проблема, где пожелания оппонента, и начинают уже свою правду матку гнать, и начинают все свое говорить, что они хотели бы сказать. Если вы не услышали ни одного колокольчика, то очень аккуратно, вот мы не услышали, вы очень аккуратно задайте вопрос. Скажите, пожалуйста, вам интересно то, о чем я говорила? Или мы можем это продолжить в другое время? Потому что, может быть, у человека нет времени. Очень часто приходят к продавцам и начинают им вываливать, а у них вообще вот им не до вас. у них или настроение плохое, или вот там что-то происходит, времени нет, клиенты стоят у них свои, и им не до вас. И поэтому он не говорит ни о чем, он не открывается, не произошло присоединение. Если не звенит колокольчик, задайте вопрос. Вам, наверное, сейчас неудобно, давайте, может быть, встретимся в другое время, в более удобное для вас, и человек вам скажет или да, или скажет нет. Если скажет нет, скажите, хорошо, я поняла вас, спасибо за внимание, до свидания. Все, спокойно уйдите. Если человек вам, действительно, ему интересно, и действительно, он хотел бы вас услышать, он вам скажет да. Если действительно, вы вначале были эмоциональны, приветливы, это не значит, что вы махали крыльями, вы были спокойны, эмоциональны, улыбались, были корректны, воспитаны, и действительно, хотели узнать о проблемах людей. Вот тогда, да, тогда человек вам скажет, да, давайте в другое время, мне сейчас не совсем удобно. И это будет абсолютно нормально. И человек с вами в следующий раз, когда встретится, он будет вас действительно ждать, он будет вам рад, потому что он помнит, у него воспоминания остались, что вам не все равно, что вы не лишь бы продать, что вы не лишь бы подписать, не лишь бы втюхать. Очень многие говорят, я втюхала, я смогла это сделать. Это сразу крест, потому что ничего дальше не получится. Итак, и вот когда вы дождетесь колокольчика, вот только здесь вы говорите решение его проблемы. Говорите решение проблемы. Если вы нащупаете дополнительный доход, вы можете сказать, что на продажах есть возможность шикарного дополнительного дохода. Если вы нащупаете, что человеку вообще нужны деньги, то вы можете рассказать о бизнесе. Если вы нащупаете, что человеку нужно решить какие-то проблемы лица, кожу на лице, может быть еще какие-то проблемки, именно его интересуют продукты экологически чистые, еще что-то, то это будет преданный вам клиент или преданный привилегированный покупатель. Это будет вип-клиент, потому что вы к нему подошли с особенным отношением, а не лишь бы продать, а не лишь бы зарекрутировать. Вот это очень важно. И многих, у многих не получается только лишь потому, что не делают вот этих этапов. Давайте рассмотрим следующий пункт, который у нас, это субличность. Субличность. Когда встречаются два человека, когда происходит разговор, начинается коммуникация, то она будет более эффективна, если будут две одинаковые субличности. Как это объяснить? Сейчас скажу. Если встречаются две мамочки, у которых детки, мой первый директор, сейчас ее, правда, нет в компании, ну, есть, но она просто пользователь. Но она сделала свое время квалификацию директора в песочнице. Она была мамочкой, и она со своим ребенком гуляла в песочнице. Детки играли, а она общалась с такими же мамочками, как она. И у них есть общие интересы. Когда два человека встречаются, и одинаковая у них субличность, им есть о чем поговорить. Если, например, два водителя встречаются, те, которые водят машину, им есть о чем поговорить. Если встречаются два руководителя и бизнесмена, им есть о чем поговорить. Если встречаются, например, огромное количество субличностей, давайте мы просто распишем. У каждой личности есть своя субличность. Смотрите, рисуйте вот такой круг Разделите его на несколько частей Может быть у вас будет больше частей Я не знаю, вы рассмотрите сами Но я вам покажу определенные моменты Смотрите, каждый из нас является или дочерью, или сыном Правильно? Я напишу дочь Когда вы встречаетесь с мамой, то вы включаетесь в субличность дочь По отношению к маме вы дочь У многих есть дети Поэтому по отношению к своим детям вы мама Это тоже своя субличность По отношению к мужьям вы жена И для мужчин муж По отношению, например, к друзьям вы подруга Согласитесь, что подруга и дочь абсолютно разное состояние человека Подруга и мама это разное И совершенно по-другому человек ведет себя И совсем по-другому он чувствует себя Если вы водитель, водите машину То есть субличность водитель Правильно? Потом, например Если вы руководитель или директор Я напишу директор То у вас есть субличность директор Если, например, женщина любит или мужчина готовить То, ну я не назову повар, но любит готовить Замечали такое? Встречается, например, какой-нибудь праздник Пригласил кто-то в гости И вдруг ест Подают очень вкусное блюдо И вот здесь включается субличность Любит готовить Женщина начинает спрашивать А как ты это готовила? Что ты туда добавляла? Все, общий интерес, понятно? Еще один напишу Написала неполный Ну вот, например, в сетевике это особая субличность Я напишу сетевик И на самом деле это субличность Смотрите, что вам необходимо сделать Я здесь написала вот несколько моментов Домашнее задание вам Нарисовать свой круг Может быть у вас будет больше Расписать Свои субличности Зачем это надо? Сейчас объясню Очень часто мы в жизни путаем свои субличности Какие могут быть путаницы? Смотрите Бизнес А мы начинаем превращаться в друзей Друзья В бизнесе может быть дружба Но Если вы переходите на позицию Друзья То потом вы уже не сможете требовать от этого человека определенных действий И это грубая ошибка Есть друзья Да, это отдельная субличность А в бизнесе Это бизнесмен Это руководитель Это подчиненный И так далее и тому подобное Вот это грубейшая ошибка И очень часто Если в вашей структуре Приходят люди А вы сразу начинаете с ними Просто на панибрата В личное пространство пускать И сразу в дружбу То вы уже потом Не сможете влиять на этого человека Какие еще проблемы бывают? С мужем Я не говорю с женой Я говорю с мужем Потому что Те женщины Которые в позиции руководителя Или в позиции директора Они очень часто Включают эту позицию дома Включают позицию Субличность Директор Если вы дома С мужем Директор То он найдет себе Субличность женщины Потому что Мужчине Нужна субличность женщина А не субличность руководитель А не субличность директора Которая командует Директор Должен идти В бизнес Вот здесь Должна быть Эта позиция Вот эта субличность Она должна быть В бизнесе А с мужем Должна быть женщина Если мы ждем Консультантов Например У вас бизнес встречи Или те консультанты Которые Уже Есть в вашей структуре Консультантов Мы ждем А он приходит В субличности Мама Что происходит Предположим Вы назначили встречу Вы хотите С консультантом По деловому Пообщаться Дать ему Какое-то задание Проверить Анализ Контроль Еще что-то сделать Попланировать И приходит Субличность Мама Вы не можете Ей сказать Что Ты что В этой позиции Потому что Она приходит И говорит Блин Только что Пришла из садика Там Ребенка Привела Гошмары Или там Из школы И тра-та-та Здесь Вы не можете Повлиять На нее Пока она В этой позиции Пока она В субличности Мама Или Например Она приехала На машине А в дороге Там что-то Случилось Там Не там Красный свет Загорелся Или еще что-то Или там В машине Что-то Шебуршит Вы ждете Консультанта А приходит Мама Или водитель Или какая-то Другая Из этих Субличностей Не сетевик Пришел к вам Поэтому Чтобы Выстроить Правильную Коммуникацию Выстроить Правильные Взаимоотношения И правильно Провести Бизнес-встречи Нужно Присоединиться Присоединиться К этой Позиции К этой Субличности И в конечном Итоге Поговорить Немного Успокоить Человека В этом Направлении И потом Перейти В позицию Бизнеса То есть В позицию Консультанта То есть В деловую Позицию Помните Мы с вами Говорили Эмоциональное Вот здесь Когда вы Встречаетесь В начале Должно быть Эмоциональное И понятно Что нужно Понять Чем болеет Человек Какие у него Ну в кавычках Болеет В чем Какие у него Проблемы Присоединиться Включить Позицию Я уже думаю Что включить Позицию Мамы Не сложно Приведу Такой пример Мы делали Выставку Продажу В дом Отдыха И Ездили Специально Туда И очень Много Мам Отдыхающих С детьми Там было И мы Включали Позицию Мамы Мы Играли С их Детьми Дети К нам Подходили Мы им Дарили Конфетки Мы не Наигрывали Мы на самом Деле Любим Детей И Благодаря Этому Дети Потом Брали Маму Приводили К нам А мама Благодарная Была За то Что мы Действительно Присоединились К ней Мы поговорили И потом От этого Эмоционального Переходили В деловое Это Очень Важно Вначале Присоединиться К той Субличности С которой Пришел К вам Человек А потом Перевести В свою Субличность Если у вас Произойдет Присоединение И некоторое Время Эмоционально Вы Просуждаете Успокойте Человека И переведете И может быть Дадите решение Проблемы Какой-то Предположим Водитель К вам Приехал И говорит Кошмар Какой-то Опять Там Что-то Сломалось Нужны Деньги Колокольчик Зазвенел Деньги Нужны Этому Человеку В машине Что-то Сломалось Вы Присоединяетесь Соглашаетесь Разговариваете Некоторое Время На эту Тему А потом Говорите Вы говорили У вас Там Сломалось А какая Сумма Там Необходима Она Например Говорит Какую-то Сумму Вы Говорите Так это Без проблем Вот Давайте Я вам Покажу Как Это Сделать Вы Сможете Заработать Деньги И решить Эту Проблему Все И у вас Все Будет Получаться Если Вы Будете Присоединяться К субличности А потом Переводить В ту Субличность Которая Вам Необходима Понятно О чем Я говорю Итак Домашнее Задание Первое Определите Свои Субличности В жизни Распишите Это пожалуйста Может быть Это будет У вас В круге Может быть Вы напишите По пунктам Посмотрите Кем Вы Бываете В этой Жизни Какая Субличность У вас Присутствует Потому что Мы часто Не замечаем Чисто Автоматически Делаем Какие-то Действия Какие-то Поведенческие Какие-то Поступки И мы Не замечаем Этого Распишите Полностью Свои Субличности Второе Проанализируйте Где Какую Субличность Вы Включаете Помните Я говорила Про ошибки Поэтому Очень важно Понять Есть ли У вас Ошибки Или вы Абсолютно Правильно Делаете Если вы Увидите Что вы Включаете Субличность Не ту В определенном Месте И у вас Из-за этого Происходят Проблемы То значит Из-за этого И в жизни Происходят Всякие Сложности И в бизнесе У вас Ничего Не получается Какую Позицию Субличности Вы Включаете Когда Приходите К человеку Когда Проводите Бизнес Встречу Почему Когда люди К вам Регистрируются Потом Уходят Помните В самом Начале Этих Занятий Я говорила Что очень Многие Мне говорят Приходят И уходят В какой Позиции Субличности Вы Находитесь С этими Людями И в какой Позиции Субличности Вы Рекрутируете Проанализируйте Пожалуйста Пропишите Это Знаете Можно Даже Сделать Так Вот Предположим Прописывайте Здесь По пунктам Свои Субличности И Прописывайте Напротив Где вы Включаете Предположим Позиция Субличность Дочь Где вы Включаете Очень часто Многие Женщины Включают Позицию Дочь Субличность Дочь В отношениях С мужчиной Маленькая Девочка Дочь Так Потом Чего вы Требуете От мужчины Какого Отношения Если он Вас воспринимает Как дочь Как относится Отец К дочери Он С одной Стороны Любит А с другой Стороны Иногда Наказывает А иногда Он не Воспринимает Ее Серьезно Поэтому Напишите Свои Субличности И напишите Где вы Их Используете Третье Проанализируйте Проанализируйте Я вам Сказала Дома С друзьями С консультантами Когда рекрутируете Третье Попробуйте Правильные Субличности Которые Относятся Именно К правильному Если вы Дочь То по отношению К маме К папе Если вы Жена То по отношению К мужу Включите Эту Субличность Дело В том Что Знаете Как Есть Такая Рекомендация Высокий Лидер Я была У него На обучении Я очень Благодарна Ему За это Этот Лидер Говорила У меня Очень Много Времени На работу Уходит Именно На сетевой Именно На фаберли Я понимаю Что Мой муж Моя семья Не должны Страдать От этого И поэтому Когда я приходила С работы Вся моя семья Знала Что Нужно Я уходила Минут на 5 Или на 10 В свою комнату Я закрывала Дверь Включала Спокойную музыку Переодевалась В домашнюю Удобную Одежду И Только после того Когда я Убрала Субличность Директора Дома Я выходила К своей семье За счет этого Она сказала У меня нету Проблем В моей семье Я ей очень Благодарна Потому что Мне это в свое время Очень помогло Потому что Я поняла Что я позицию Директора Включала В своей семье Проанализируйте Что делаете Вы Почему К вам Не регистрируются В какой Позиции Вы находитесь Может быть В позиции Мамы Или Может быть В позиции Сестры Или В позиции Подруги Поэтому И не воспринимают Вас Как лидера И Важного Человека За которым Хотят Ити Этот урок У нас Закончен Он Он Наверное Самый Важный Из всего Того Что я Говорила И я Рекомендую Вам Обязательно Отработать Свои Субличности Когда вы Отработаете Когда поймете Начните Их Применять И очень Важно Сейчас Уже Начать Работать Уже Сейчас Начать Делать То О чем Я вам Рассказываю Я была Очень Рада С вами Работать Я буду Благодарна Вам За ваши Отчеты И отзывы И я Буду Благодарна Вам От Отработанного И Описанного Что у вас Получилось Напишите Мне Пожалуйста Какую Субличность Вы включаете Где Ваши Ошибки И где Вы Это Изменили А теперь В путь В важный Путь В стремлении И в достижение Все зависит Только От вас И мы С вами Скоро Встретимся Вновь